Акбарса и Уникса В среду 27 января казанский Уникс одержал уверенную победу в рамках ТОП-16 Еврокубка. Соперником в третьем туре был черногурский клуб Морнер Бар. Первая четверть неожиданно осталась за хозяевами 22-21. Но в каждом из следующих отрезках Уникс показывал свое превосходство. Разгромные 22-14 во втором и 27-18 в третьем тому подтверждение. Как итог 87-70 и Уникс закрепляется на первом месте в таблице, имея в своем активе 6 очков. Самым результативным игроком матча стал легионер Уникса Азея Канан, набравший 18 очков. В четверг казанский Акбарс гостил у автомобилиста из Екатеринбурга. Барсы очень мощно начали матч, но в середине первого отрезка хозяева смогли отодвинуть игру от своих ворот и привести пару хороших атак на ворота Адама Рейдеборна. Первый период остался безголевым, но уже в начале второй 20-ти минуты казанцы повели в счете в две шайбы. Сначала Альберт Ярулин мощно щелкнул от синей линии, и шайба с помощью рикошета от защитника хозяев залетела в ворота Якуба Коваржа. Воспользовался ошибкой игроков автомобилиста. Вышел один на один с воротарем и обыграл его. 2-0. Хорошие возможности имели хозяева, чтобы забить. Сначала Артем Галимов свалил за задержку клюшкой. Позже Андрей Пидан за подножку, но реализовать не получилось. А в самой концовке второго периода автомобилист все-таки добился своего. Хозяева организовали красивую комбинацию. Степан Хрипунов с передачи Питера Холланда сокращает разырь в счете. 2-1. Третий период подарил нам всего одну шайбу. Александр Бурмистров нашел на пятачке Найджела Доуса. Отдал передачу, а Канаде с хорошим кисевым броском поставил точку в матче. 3-1. Акбар заработал 2 очка, а лучшим игроком встречи был признан вратарь Адам Райдеборн, который отразил 34 броска. В субботу баскетбольный уникс проводил 15-й тур единой лиги ВТБ против Цмоки Минска. Почти в каждой четверти аутсайдер из столицы Беларуси смотрелся очень даже неплохо. Разрыв в счете был минимальный во всех четвертях, кроме четвертой. Но разница в классе все-таки сказалась. 76-66. Американский легионер-хозяев Нейт Уолтерс набрал аж 18 очков, став самым результативным игроком встречи. Казанцы одерживают девятую победу подряд и продолжают погоню за лидерами чемпионата, за Зенитом и ЦСКА. Также в гости к Акбарсу пожаловат китайский Кунь-Лунь, который все еще имеет шансы на попадание в плей-офф. Начало матча пошло явно не по сценарию Акбарса. Гости имели очень хорошие возможности выйти вперед. Сначала Данис Зарипов получил 2 минуты за подножку. А три минуты спустя уже Найджел Доус отправился отбывать наказание за блокировку соперника. Но китайский клуб своими возможностями не воспользовался. Не забиваешь ты, забивают тебе. В конце первого периода Артем Галимов забил шедевральный гол, который должен попасть во все хит-парады КХЛ. Нападающий красиво обыграл защитника и вратаря гостей. 1-0. Второй период по своему сценарию напомнил первый. Команды также играли в вязких отей с небольшим преимуществом Акбарса. И хозяева также забили гол в раздевалку. Отличился молодой защитник Даниил Журавлев с передачи Альберта Ярульна и Дмитрия Воронкова. 2-0. Середина третьей 20-ти минутки подарила болельщикам гостей надежду на камбэк. Алексей Топорченко поразил ворота Тимура Белялова. 2-1. Но уже на 16-й минуте Тревор Мертвец снял все вопросы о победителе матча. Защитник хорошо бросил осенние линии и реализовал большинство в Казани. 3-1. Акбарс одерживает вторую победу подряд и отправляется в трехматчевую выездную серию. По маршруту Челябинск, Екатеринбург, Магнитогорск и Уфа. Амир Сабиров, Ниэль Спорта.